Раньше точкой отчёта для европейских марок был Женевский автосалон. Но после его отмены компаниям пришлось проводить годовые конференции, при том в формате онлайн. Друг за другом свои мероприятия устроили BMW и группа Volkswagen, а затем и её дочка Skoda. Как водится, в грандиозных планах было много электричества. Не потому ли российский рынок теперь упоминается через запятую с рынками Северной Африки и Юго-Восточной Азии? К счастью, новинки пока есть. Например, до нас доехал новый Audi A3. Дилеры Ягуара принимают заказы на обновлённый XF. Hyundai подразнила следующим поколением минивена Staria, а Kia – пятиметровым седаном K8. Но главным юсмейкером недели оказалась Toyota, неожиданно объявив цены на рестайлинговый седан Camry. Обзор мировых конференций начнём с группы BMW, которая прикинула, что к 30-му году поршневые моторы останутся лишь на половине выпускаемых авто. А за пятилетку до этого гамму бензиновых и дизельных движков придётся сократить вдвое. Ещё одно событие, назначенное на 2025 год – выход модели под названием «Новый класс». Баварцы умолчали, что это будет, но пообещали платформу следующего поколения и передовые инженерные решения. Вдобавок, концерн поделился новостями марки Мини. Через четыре года британский премиум-бренд выдаст последний бензиновый автомобиль. А дальше Мини провозгласит эпоху батарейной электрификации. Мы уже рассказывали, что кроссовер AX – техническое совершенство. Баварцы, наконец, доделали свою электромобильную платформу. Так что компоновка вышла образцовой. И двухмоторной, благодаря чему новинка порадует приводом 4х4. А теперь BMW подбрасывает свежую порцию подробностей. Оказывается, начальная версия получит пару электромоторов отдачи 326 сил, а ее разгон до сотни будет занимать менее 6 секунд. Тяговой батареи хватит на 400 километров пробега. Вторая версия располагает мощностью более полутысячи лошадей, поэтому спидометр покажет отметку 100 километров в час на секунду раньше. Аккумулятор увеличенной емкости выдержит 600 километров без остановки. А главным сюрпризом прошедшей презентации стал показ пятидверного лифтбека BMW i4, что выйдет сразу после кроссовера. На самом деле новинка оказалась всего лишь электрической сестрой нынешней четверки. Батарейный лифтбек унаследовал дизайн четвертой серии, включая гигантские ноздри, наделавшие много шума. Они здесь, кстати, прикрыты заглушками. В перечне других отличий – утопленные ручки дверей, бамперы иного дизайна, синий декор кузова плюс оригинальные 19-дюймовые колеса со сниженным сопротивлением воздуху. Заявлено, что i4 предъявит рынку несколько версий. Самое производительное удивит отдачей около 530 сил, поэтому сможет ускоряться до сотни за 4 секунды. А вот производство автомобилей в России BMW сворачивает. Напомним, что локальную сборку своих автомобилей баварцы начали еще в 1999 году. С того момента производственным партнером баварцев неизменно оставался калининградский автотор. Это партнерство казалось незыблемым, однако после нескольких лет раздумий немцы отказались заключать специнвестконтракт с Минпромторгом и сосредоточиться на импорте. В итоге автотор прекратит сборку сразу пяти машин. По данным газеты Авторевью, с апреля на конвейере останутся только большие кроссоверы X5, X6 и X7. Все остальные модели будут полностью переведены на импорт, а в перспективе бренд может полностью свернуть российскую сборку. Ежегодный съезд, то есть, конечно же, онлайн-конференцию провел Volkswagen. Центральной темой съезда, то есть совещание, стала новая бизнес-модель. Гербер Дис, председатель совета директоров группы Volkswagen, прямо заявил, что электрическая мобильность теперь стала основным бизнесом для немецкого гиганта. Что это значит? Если автомобили старой эры создавались прежде всего как железо, то теперь хардвэр лишь одно из четырех направлений, наравне с софтом, батареями-зарядками и мобильными сервисами. Что касается железа, то уже освоена платформа MEB, и уже через год на основе этой тележки будет 27 моделей. В следующем году запускается и более крупная платформа PPE для быстрых и дорогих машин вроде Audi и Porsche. В разработке и третья архитектура – CCP. Выйдет она в середине 20-х и, благодаря полной масштабируемости, охватит вообще все марки концерна. Софт Volkswagen развивает силами своей стопроцентной дочки Card Software.org. Подразделение основано в прошлом году, и собственную операционную систему представят вместе с электромобилями платформы PPE. Для самостоятельного производства батарей к концу десятилетия в одной Европе построят аж 6 заводов, которые, питаясь исключительно от возобновляемых источников, смогут выпускать аккумуляторы суммарной емкостью 240 гигаватт-часов в год. Для сравнения, это всего лишь в 5-6 раз меньше, чем выдает за год вся ветра и солнечная энергетика России. Интересно, что батарейки Volkswagen разделил по ценовым категориям, в зависимости от используемых электродов и электролитов. Самые дешевые должны быть в половину доступнее современных. Ячейки среднего уровня подешевеют на треть. А чтобы сэкономить, с 2023 года Volkswagen внедрит унифицированную призматическую ячейку. Из кубиков удобно складывать батареи для любых автомобилей. А через 4-5 лет в них упакуют твердотельные аккумуляторы. Заодно Volkswagen интегрирует автомобили в народное хозяйство. Автомобиль будет частью экосистемы. Со следующего года модели группы поддержат двунаправленную зарядку. То есть машина станет этаким мобильным пауэрбэнком, который не только накапливает, но и отдает энергию дому. В разработке зарядные роботы и множество совместных проектов по строительству быстрых зарядных станций по всей Европе. О ежегодной пресс-конференции компании «Шкода» мы обычно рассказываем прямо с места событий. Но в этом году всего лишь смотрели интернет-трансляцию из чешского дома в Москве. Как выяснилось, российский рынок оказался вообще единственным, где «Шкода» смогла нарастить продажи в 2020 году. Почти на 7%. Тогда как в Китае, например, спрос утих более чем на треть. Минувший год «Шкода» считает удачным. Ведь в седьмой раз в своей истории смогла реализовать более миллиона автомобилей. Заодно компания официально объявила то, что уже анонсировали боссы группы «Фольксваген». Напомним, что глава концерна «Гербердис» еще три года назад скомандовал перепозиционировать все марки и нарезать мировой рынок на зоны ответственности. По замыслу немцев «Шкода» вернется в нижний сегмент рынка. В буквальном смысле это означает появление доступных версий у всех существующих моделей. Кроме того, «Шкода» теперь курируют развивающиеся страны – Россию и СНГ, Северную Африку, а теперь еще и Индию с Юго-Восточной Азии. Воплощать стратегию позвали не обы кого. С осени генеральным директором «Шкоды» вместо Бернхарда Майера назначен Томас Шефер, который ранее возглавлял южноафриканское представительство группы «Фольксваген» и явно считается специалистом по странам третьего мира. Главенство «Шкода» на нашем рынке мы уже заметили. Седан «Фольксваген Поло» отправлен в отставку, а вместо его модернизированной версии мы получили лифтбэк – клон «Шкода Рапид». На очереди компактный кроссовер «Фольксваген Таус», который скоро начнут выпускать в Нижнем Новгороде, где уже делают родственную «Шкоду» Корок. К слову, за разработку очередного поколения «Пассата» тоже отвечает «Шкода». С 2023 года и «Пассат», и четвертый по счету «Суперб» будут выпускать в «Младоболиславе». На нынешний же год у самой «Шкоды» запланированы 4 премьеры. Помимо новой «Фабии», которая раскроется в мае, европейской публике покажут купеобразную версию электрического «Эняка» и рестайлинговый «Корок» и «Кодиак». Новый паркетник «Шкода Кушак» заточен под вкусы индийской публики. Ведь «Кушак» на санскрите – это вовсе не широкий пояс, а правитель или император. Однако европейский, да и российский пресс-офис марки уделяет этой машине удивительно много внимания. По длине новичок на добрых 16 см короче известного нам «Корока». Базовым мотором заявлена литровая турбо-тройка, а публике побогаче адресует полуторалитровый движок с преселективным роботом. Построен паркетник на упрощенной версии платформы MQB, поэтому полного привода нет, зато клиренс – 19 см. С обратку «Шака» – это индийский «Фольксваген Тайгун», а с европейской точки зрения машина выглядит как приподнятая «Шкода Камик». Напомним, что у «Еврокамика» тоже есть кроссоверный родственник – это «Фольксваген Ти Кросс», который недавно пророчили российскому рынку. Чтобы вы не запутались в кроссоверных интригах, то резюмируем эту новость просто. Когда российские покупатели захотят паркетник поменьше, чем «Шкода Корок» или грядущий «Фольксваген Таус», то чехи быстро найдут прообраз, смешав коктейль из европейского «Тикросса», индийского «Кушака» и калужского «Атмосферника 1.6». В России седан Kia K7 или Cadenza никогда не продавался, но мы считаем важным сообщить, что ему на смену приходит более статусная модель K8. И хотя платформа осталась прежней, внешне «восьмерка» смотрится эффектнее «семерки». Купеобразный силуэт, неординарное решение кормы, ромбовидные секции поворотников. Похоже, дизайнерам марки дали карт-бланш, чтобы те сотворили нечто неординарное. И они, как видим, сотворили. Притом запала хватило не только на внешность. В хай-течном салоне чувствуется острое желание сделать почти премиум. У дорогих версий интерьер отделан кожей напа, натуральным шпоном и алюминием. Каждое переднее кресло имеет по семь пневматических камер. Плюс дорогущая акустика, 9 подушек безопасности и куча современных ассистентов. Кия, ты ли это? Сперва K8 выставят на родном корейском рынке. А дальше начнутся гастроли по всему миру. Планируют ли удивить яркой новинкой нас, мы пока не знаем. Нынешний минивэн Hyundai Starex, также известный как H1, скроен по грузовым канонам. Однако его преемник Staria будет совсем другим. Свежий однообъемник создается максимально совершенным, чтобы бросить вызов фольксвагеновскому мультивену. Полноценная премьера состоится во втором квартале, поэтому сейчас Hyundai публикует только ключевые факты. Благодаря этому мы знаем, что минивэн сможет вмещать от 7 до 11 пассажиров. Кроме того, модель, адресованная большим семьям и корпоративным клиентам, предложит роскошную версию премиум. Она будет выделяться дорогой отделкой салона, а также немного иной внешностью. Представленный прошлой осенью Audi A3 наконец доедет до России. К нам привезут седаны и хэтчбеки, однако дилеры ждут только единственный турбомотор 1.4. Первую скрипку будет играть четырехдверка. Напомним, что кузов абсолютно новый и довольно крупный. Цена, очевидно, тоже будет немаленькой. Глядя на конкурентов, можно предсказать стартовый ценник на уровне 2,5 миллионов. Несмотря на то, что сегмент больших премиальных седанов плотно оккупировали Audi, BMW и Mercedes, Jaguar решил не оставлять российский рынок без модели XF. У рестайлинговой версии будет лишь два мотора. И оба двухлитровые, с 8-ми диапазонным автоматом. Задним приводом доступен дизель, а с полным – бензиновый вариант. В базовую комплектацию включены кожаный салон, электроперивод передних сидений, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, система кругового обзора и многое другое. Любопытно, что дорестайлинговый XF обойдется на 500-800 тысяч дешевле. За последний год Toyota Camry успела обновиться в Америке, Китае, Европе и Японии. Для всех рынков перерисована решетка, которая лишилась характерного клюва, врезавшегося в бампер. До России же обновленный седан доквылял только сейчас. Как оказалось, рестайлинг во многом затянулся из-за пересмотра моторной гаммы. Из движков прежним остался лишь флагманский V6. А двухлитровый мотор – свежий, он моментнее прежнего. Хотя главная новость – в смене трансмиссии. Вместо шестиступенчатого автомата базовая Camry получила вариатор. Двигатель объемом 2,5 литра тоже другой. С комбинированным впрыском топлива и высокой степенью сжатия. К нему прилагается 8-ми диапазонный автомат. Система автоматического торможения обучилась распознавать пешеходов и велосипедистов не только впереди, но и на встречных курсах при повороте. Доплатить за весь комплект улучшений придется от 53 до 133 тысяч рублей. И еще, для России подготовлена версия GR Sport, которая выделяется черной крышей, стильным декором и прозрачными фонарями. В салоне такой Camry имеется обильная красная прострочка, но по технике это совершенно стандартный седан. КОНЕЦ